Я спросил, как течь по жизни тогда, когда друзья, например, приглашают попьянствовать и поразвлекаться, ну или когда есть какие-то люди, которые тянут вниз. Слышно, да? Я сказал. Как бы теките туда, куда жизнь берет вас, зовет туда, идите. Когда вы начинаете течь в потоке, ваша энергия будет очень высокой. Вы начинаете летать очень высоко. И когда ваша энергия не такая высокая, вы не летите. Это значит, вы не в потоке. В потоке вы автоматически летите. И в твоем вопросе уже был ответ. Ты сказал, что твои друзья приглашаются на день рождения. И если я пойду туда, то я буду чувствовать себя внизу, низкой энергии. Почувствую, что я упаду. Если ты чувствуешь, что ты падаешь, энергия низкая, значит, это... Это значит, ты не летишь. И твое сердце говорит, что я знаю, что произойдет. И здесь ты должен чувствовать. И до того, как туда пойти, твои чувства говорят, что не надо туда идти. Потому что я знаю, что там произойдет. Это значит, что все закончится, когда оттуда пойдешь. Может быть, твои друзья приедут на твой день рождения. Или на твой праздник все вместе. Или пригласят тебя. Но твое сердце знает, что если я пойду туда, моя энергия упадет вниз. Если твое сердце знает, что на твой энергия упадет, туда ни в коем случае не надо ехать. Кришна сказал в Гите. В книге Гита. Все его лекции в этой книге. Там много томов этой книги. Называется Гита. И он говорил, и он говорил, что везде есть тем, с кем энергия падает вниз. Даже если он, твоя мама, твой отец, твои друзья, твой муж, твоя жена. Если твоя энергия идет вниз с ними, ни одной секунды с ними не будь. Ни одной минуты. И где твоя энергия идет вверх, течет, течет, значит, высоко. Как река течет. Река всегда выглядит красивой, радостной. И она течет и выглядит радостной. И она течет в своем направлении, в океан. Она хочет встретить океан. Ее путешествия. Река течет. И как только она течет, она радостна. И все, кто был около реки и купался в ней, они тоже очень радостны, потому что вода течет, энергия течет. И кто заходит внутрь, чувствует течение. И если твоя энергия где-то падает, не будьте с ними, даже если это ваши лучшие друзья. Самые близкие родственники. Но где ваша энергия течет, с ними будьте. В любом случае. И отдайте все, чтобы быть с ними. И тогда ваша энергия может течь. И вы автоматически будете это знать. Вы будете автоматически чувствовать, поднимается ваша энергия или идет вниз. Течет или не течет. Вверх или вниз. Ваш ум и сердце, ваше существо отлично это знают. Так что я говорю, если вы чувствуете, что энергия где-то идет вниз, даже если вы пообещали, я приеду, я буду с тобой, я буду с тобой на твоем день рождения или на твоей свадьбе или еще где-то. Но если вы чувствуете, что если я пойду туда, что я там буду делать? Пьянствовать. Абсолютно бесполезные разговоры. Пьянство, куриво. Это просто трата времени. И точно абсолютно энергия будет идти вниз. Даже если вы знаете заранее об этом, не надо идти. Может быть, они вам скажут, что ты не хороший друг. Ты пообещал нам. Что это будет за обещание, что ты пойдешь туда и не будешь там радоваться и наслаждаться на самом деле? Какой смысл такого праздника? Какой смысл такой дружбы и таких отношений, если ты не радостен в отношениях? Почему мы вообще дружим или имеем отношения? Чтобы быть радостными. Все, что ты делаешь, куда бы ты ни пошел, только одна причина – это радость, это наслаждение, любовь. Если любовь и радость случаются, это очень хорошо. Если ты чувствуешь радость и любовь, энергия течет. Любовь заставляет тебя течь вверх. Ты наслаждаешься и движешься вверх. Вверх. И энергия текущая вверх становится радостью. И туда и двигайся. Но если ты уже знаешь заранее, что пойдя туда, энергия упадет, ты еще даже не там, но уже знаешь. Скажи им, если хочешь сказать, скажи им, я не хочу, я не могу прийти. нет и нет. Это зависит от тебя. Это я не говорю тебе, иди идти китом. И в этом нет течения, если я что-то пообещал, через два месяца я это сделаю. Может быть, вдруг там будет хорошо. Сейчас мы здесь делаем сатсанг, медитацию, сидим в тишине, много радости, наслаждения. Но если вы будете думать о том, что вы должны куда-то поехать, на то, что вы пообещали, радость закончится. Наслаждайтесь этим моментом максимально, этой возможностью. Наслаждайтесь максимально. Но если слишком много чувствуете, если я заранее знаю, что я туда пойду, и не будет хорошо, нет смысла этого делать. Не делайте этого. Чувствуйте, как вы чувствуете. Сидите со своими ощущениями, с чувствами. И когда вы приходите к самому себе, вы будете очень внимательны, осознанно к своим ощущениям, чувствам. Чем вы более ближе к центру, тем вы более внимательны это чувствуете. Вы начинаете пить свое внутреннее вино, и оно отличное. Идите и поищите внутреннее вино внутри себя. Что настаивает, что ваше существо хочет на самом деле, что ваше сердце на самом деле хочет. И следуйте этому. И сердце всегда право. Оно всегда совершенно. Иногда, бывая с людьми, они не могут понять некоторые мысли, которые приходят, или решения, или работа, приходят откуда из ума или из сердца. Иногда очень сложно выбрать, кто ум или сердце говорит. Когда ум говорит, у ума всего несколько мыслей. И немножко смущение там, конфу. Когда вы в уме, нет уверенности стопроцентной. То есть, когда мысль приходит из ума, нет стопроцентной уверенности. Есть разные варианты. Можно туда, сюда, туда. Это ум. И когда энергия ума приходит в сердце, и ответ оттуда, то он один. У ума много мыслей в разные стороны. Идет на такую-то работу. И несколько мыслей, там, может, 10 мыслей. Одна говорит, туда-сюда, двигайся в этом направлении, в этом направлении можно двигаться. Что ты получишь, что ты не получишь. Ты теряешь время, или наоборот, ты его приобретаешь. Ну, аргументы, математика ума. Она начинает анализировать. Что ты получишь. Да. Ты получишь, или потеряешь. А когда ты приходишь в сердце, в сердце нет математики. А, это течение. Просто течение. Сердце не говорит о том, что я получу, или я не получу. И такая же... То же самое, как с любовью. Вы никогда не думаете, когда вы в любви, что вы получите. Вы просто знаете, что когда вы в любви, даже, может быть, вы что-то потеряете. Потеряете деньги, когда вы в любви. Вы это знаете. Может быть, вы потеряете работу. Но вы в любви. Время. Рабочее время поведет, а вы в любви. Вы можете даже... Вы же даже можете перестать работать и подумать, что завтра сделаете ее завтра. А очень часто люди теряют. Когда вы приходите в любовь, в медитации, вы когда приходите в радость, вы можете вообще все потерять. Очень легко. Все внешние вещи. И очень часто саньясинами. Начинаем. Шли куда-то медитировать на одну неделю. Наслаждались. И потом на две недели оставались. И на три. Еще на неделю. Еще на неделю. И постепенно все, что они пообещали на своей работе, на своей стране, все закончилось. Да, это вот такое может случаться. И вы должны быть осознанно относительно своей любви. Слушать свою любовь. Любовь всегда течет. Она всегда в потоке. И с любовью нет такого, что я потеряю. Это с умом только происходит. А с любовью вы все забываете просто. И в этот момент вы не знаете, получите вы или нет. И вот в этот момент есть у вас любовь, а завтра, может, ее уже не будет. Нет ничего точного. И когда вы идете в потоке, это с... Я хочу быть здесь. И вы отлично знаете, что вам делать. Вы хотите быть здесь или вы хотите куда-то двигаться, быть там. Это все ваши чувства. И если вы чувствуете, что вы что-то потеряете, не нужно туда двигаться. Совершенно не нужно. И тем более, если вы знаете заранее, что это произойдет. И вы точно там, когда пойдете уже, когда момент наступит, вы точно потеряете. И вы будете очень обеспокоены, причем сами собой. Зачем я это сделал? Зачем сюда приехал? Просто слушайте свое сердце. И сердце дает полную гамму чувств. И очень часто сердце дерется с умом, сражается, как-то противостоит. И обычно мы живем в уме, но и сердце тоже проявляется. Иногда проявляется. Когда мы очень расслаблены, очень медитативны, очень более осознанны, и сердце может быть открытым. Тогда вы приходите в сердце. И я говорю, что если вы когда смущены чем-то, и вот вы хотите что-то, но у вас нет уверенности полной, вот вы не можете на 100% решить, нет ясности, лучше в этот момент помедитируйте. Посидите в одиночестве, в тишине. Дайте время самому себе. Дайте время вашему уму, чтобы он подумал о том, что происходит. И когда энергия ума заканчивается, тогда правильный ответ приходит из сердца. И когда правильный ответ приходит, тогда вы знаете. А в другом случае будет смущение и будут сложности, не будет вот стопроцентного. И хорошо не будет. Когда вы делаете вещи неуверенно на 100%, хорошо не получается. Когда вы расслаблены, первое, нужно расслабиться, сцентрироваться. и любое, какое решение приходит, оно будет правильным, совершенным. И вы просто следуете за ним. И тогда вы можете наслаждаться. Большинство людей просыпаются в 6-7 утра, идут на работу. И они не любят это. И вот миллионы людей это делают. Они никакого сердца, это только деньги они хотят зарабатывать. Это неправильно. Если вы обратите внимание на материальный мир, деньги, работу, ну вот работа на маркете, в рынке, это все, это все ум, это все дело ума, территория ума. Если вы идете в материальный мир, вам очень нужен, полностью нужен мир. ум. Потому что это некая система, там фиксированное время, фиксированное направление. Ты должен в 7 утра вот выйти на работу и в 6 утра вернуться с ней. Если ты следуешь за деньгами, идешь за деньгами. и тебе нужно следовать некоторым правилам. Там правила. И ум, он работает в системе. и в 8 утра, ты идешь в офис, ты хочешь работать. Если ты скажешь там, сегодня я сегодня расслаблюсь, сегодня я в таком любовном настроении, любовь, не хочу работать. Если ты не хочешь работать, если ты ищешь любовь, то ты обязательно что-то потеряешь на этой работе. Да, ты можешь потерять очень много вещей. Можешь потерять эту работу, если ты там будешь расслабляться и любить. Если ты каждый день будешь расслабленный и в любви, то босс скажет тебе хваст, давай, иди. Нам не нужна твоя работа. А то ты когда хочешь, приходишь, когда хочешь, не приходишь. Должна быть четкая четкость, должна быть. 10 утра, ты пришел. И ум работает как ум. Он полностью материален. Да, если ты следуешь материальному, то все должно быть четко. Вот я вспоминаю в самом начале, в 93-м, я стал давать сатсанги в Манаре, самое начало. И саньясы пришли ко мне из Пуны, приехали. один пришел, и он был терапевт, ведущий тантры, очень дорогой и известный в Пуне. И у них было решение после августа, в сентябре, начинать следующую группу. И вот один пришел и очень наслаждался, и всем рассказал, а трое пришло. три основных вот лидера этой группы пришли, тантрической. И они просто сидят, они хотят уходить. Они соединены друг с другом. И вот первый второму говорит, я здесь пока побуду, вы там работаете без меня. А второй приехал, и третий ему говорит, ты там третий поработай сам, мы тут посидим. И третий тоже приехал, мы с отцом к самдапши. И вот они втроем сидят. Немцы, скорее всего. И вот они обратно не поехали. И когда пришло время начинать группу, очень много людей приехало, забронировали места в этой группе. И в тот год этот ретрит тантрически не случился. Потому что весь менеджмент спрашивал, почему они не едут. Они говорят, мы нашли самдарши очень много всего, мы не хотим возвращаться. и так далее. В тот год очень этот ашрам в пуне был очень сильно взволнован, кто такой самдарши. Как это такие люди, которые много лет вели эти группы, вдруг не приехали. Они просто были в любви. и для них было очень сложно не следовать своему обещанию, но они были в любви. И, возможно, им ашрам теперь больше не разрешит. Все, выкинули из-за ашрама и стало. Но они были к этому готовы. Потому что для них это более важно быть здесь, быть в любви. поэтому когда ты в любви ты должен быть готов потерять все. А с другой стороны, если ты идешь материально, тогда ум должен работать как ему. Ум должен работать как ум. Это значит его время. Это значит в это время он должен поработать. Фиксировано в такое-то время. здесь у тебя будет перерыв на обед. Здесь он закончился, здесь опять ты работаешь. Ну, то есть в каком-то расписании. А потом ты идешь домой на сведение, опять приходишь на работу. И все это делают. Но у них нет любви. Так же. Но если тебе нужны деньги, то ты можешь жить без любви, конечно. Но тогда нужно очень сильно довериться существованию. И все отпустить. Все происходит, пусть происходит. Не происходит, не важно. Никаких жалоб. Это очень сложно. Это может произойти только тогда, когда ты очень любви и доверия к существованию. Что бы ни происходило, что-то приходит, хорошо, не приходит, да, хорошо. Кто-то может дать еду, кто-то может не дать. Если у тебя есть ум, лучше его, если я говорю, используй. Я использую. потому что в то время, когда ум не работает, когда он не нужен, скажи ему, отойди. Сейчас я наслаждаюсь собой, своим центром, сейчас хочу идти внутрь. Но когда нужно поработать в материальном мире, вовне, нужен ум, без него никак, и тогда начинается фиксированная всевозможная. Время фиксированное дела. Потому что тогда ты что-то получишь. Но когда у тебя есть любовь, ты не знаешь, что ты получишь, ничего ты не получишь. То у тебя есть любовь. Даже ты сам себе можешь сказать, что я получаю. Да ничего. И ты даже показать никому не можешь. Даже самому себе ничего не можешь показать, что ты получаешь. Но внутри ты чувствуешь удовлетворение каким-то образом. И у меня есть деньги, материальные вещи. Но это не важно тогда, когда есть любовь. Это два разных пространства, два разных мира. И когда ты приходишь в любовь, будь готов потерять все, все. Не чуть-чуть. Выкинет твоя семья. Влюбился? Иди отсюда. Иди за своей любовью. Они могут сказать, да, все, хватит, с нами покончено. Иди. Даже твоя баба скажет, не зарабатываешь деньги. Зачем ты мне нужен? Какой смысл? Иди. Я люблю тебя, ты можешь сказать. Любишь? Ну, твоя любовь не дает мне еду. Если твоя любовь приносила еду, тогда ничего. А твоя любовь не приносит еду. Еду приносит ум. Ум приносит деньги. Если тебе нужны деньги, используй он тоже приходит. Я не говорю не используйте. Используйте, конечно. Зачем же он тогда еще нужен-то? Есть он? Он вообще полезный, он тут создает все. И все, куда вы можете посмотреть в мире, все создано умом. Все большие здания, ракеты, вертолеты, машины, наука, это все ум. Они тоже в порядке, это нормально. Но все время в уме, вот это не в порядке. Только вот такой момент. Медитация учит нас в уме и знай, как уйти от него. Вот как. И тогда ты сможешь использовать ум, когда нужно его использовать. И когда не нужно, говоришь ему, пожалуйста, отдохни, иди там где-то отдохни. Я хочу отдохнуть, и ты отдохни. Вот это правильно. Когда ты приходишь в сердце, это может произойти, и ты знаешь, как прийти в сердце, как быть самим собой. Потому что с собой, в уме ты никогда не с собой, ты вовне, ты вовне себя. Ум уносит тебя от самого себя вовне. А когда ум расслаблен, ты автоматически возвращаешься к самому себе. Вот что мы тут изучаем. И нужно иметь оба варианта. Когда нужно использовать ум, используйте ум, когда не нужно использовать ум, не используйте. Тогда он должен быть остановлен. Он должен быть расслаблен. Не болтать. Все, хватит болтать. Тогда поверно. Это верно. тогда ты можешь использовать оба. Две энергии. Обе энергии. Энергию деятеля и расслабление. И тогда все прекрасно. И ум тогда прекрасен. И ум не прекрасен тогда, когда постоянно его используют. Также кто делает медитации, те, кто знает вкус вот этого собственного пространства. И даже когда с вами кто-то, кто-то с вами 24 часа в сутки, вы обалдеваете от этого. Даже ваша мама, ваш муж, ваш любовник, ваша любовь. Любящие могут быть вместе вообще постоянно, но в ночное время можно сказать, пожалуйста, я хочу быть один, я хочу расслабиться, отдохнуть. Все, что с вами постоянно, лишает вас свободы. Нужна дистанция, нужна свобода. И вот от ума тоже нужна дистанция. и когда вы хотите дистанции, вы можете сохранить свое пространство, тогда это очень хорошо. Тогда вы понимаете, как происходит жизнь, тогда вы наслаждаетесь жизнью. Но если вы не можете дистанцироваться от ума, тогда будут сложности, потому что ум всегда будет здесь. Ум всегда здесь, никакой радости нет. Даже если моменты радости приходят, вы не можете наслаждаться, потому что ум здесь. Ему нужно отойти и расслабиться. И когда вы делаете вещи полностью с умом, материальные вещи, будьте с умом. Когда вы без ума, расслабляйтесь и будьте без ума. Скажите ему «Стоп, я не хочу больше тебя слушать. Я хочу просто быть самим собой. я больше не хочу ни о чем думать». И это может произойти только если вы больше центрированы, близки к своему центру. Когда вы знаете, как возвращаться к центру, когда вы приходите к центру, ум остается очень далеко. и вновь когда вам нужно с ним поработать, ему говорите «Вернись» и даете ему задание подумать. Он думает, думает. И вот медитация учит этому. И когда вы делаете медитацию, когда делаете какие-то вещи, будете тотальны. Что бы вы не делали, будьте тотальны. полно, полностью делаете. Всю энергию отдавайте в то, что вы делаете. И вся энергия с вами. А, если вы не делаете, не тратите энергию, тогда энергия остается с вами, потому что ум расслаблен. Если вы так умеете пользоваться умом, то вы скажете «Ум вообще прекрасен, он дает мне это, это, это». я знаю, как эти вещи делать, и как деньги заработать, и отношения я могу строить. Ум вообще хорош, когда он молчит, он умеет молчать, он дает правильные ответы, правильное направление, но когда его слишком много, тогда это нехорошо. хорошо. И когда ум расслаблен, вы пребываете с собой, делаете медитацию, даете время самому себе. Когда вы даете время себе, слово медленно-медленно ум расслабляется, и возвращаетесь в сердце, в центр, и тогда все верно, все, что бы ни происходило, все правильно. Наблюдатель? Вопрос про наблюдателя, что когда у него наблюдатель, он наблюдает мысли, мысли останавливаются. Самдарши отвечает, все верно, потому что когда ты осознан, ум останавливается. Как только ты осознанно наблюдаешь за мыслью, мысли отходят сразу, ум отходят. А ум и осознанность никогда вместе. Ты либо в уме, либо осознан. Как осознанность приходит, он замолкает. Он не будет сильно работать. Почти как ничто. Почти его нет. И если у тебя есть вот это внутреннее пространство, внутренней осознанности, то ума особо не будет, он восстановится. А когда ты делаешь работу, ум возвращается, и ты автоматически становишься свидетелем. То есть, если ты используешь ум для, например, заработка, ты автоматически становишься свидетелем. И когда сидишь в тишине, когда сидишь, если осознанность сильная, то ум будет полностью молчать. если осознанная часть, она как бы более слабая, то мысли будут пролетать. Будут приходить и уходить, приходить и уходить. Но уже есть вот это вот, то, что я наблюдатель, есть вот эта часть наблюдателя, которая растет. если приходит такая тишина, когда нет мысли полностью, то очень хорошо. Будь в этом пространстве и не нужно ничего искать, думать, что тут делать. Нужно быть очень тихим. Наблюдатель этой тишины. Будь в этой тишине. И эта тишина должна быть сильнее и сильнее. И как только ты там, ничего не нужно пытаться. а ум скажет, как я могу быть наблюдателем с мыслями. Это хитрости ума. Не надо на них вестись. Они тебя как раз из этой тишины выдергивают. Не позволя выдергиваться из тишины. Если ты будешь больше и больше в тишине, он в один день вообще закончится. Вот когда осознанность приходит, мысли уходят. Как сделать осуждение более тихим? я очень быстро осуждаю какие-то ситуации происходят и у меня осуждение быстро очень мгновенно. Вот как это сделать? Слишком много осуждаю и очень быстро. И я бы хотел более, чтобы подуспокоилось это осуждение. осуждение обгоняет меня. и мне бы хотелось чтобы и потом я как бы жалею об этом. Сандарши отвечают, ум это вообще главный судья, ему вообще нужно все судить. Он хочет знать все. когда ты очень много в уме, даже ты на дерево смотришь и думаешь, что это за дерево? Откуда оно? Почему оно? Почему там листьев мало или очень много листьев? И ум начинает придумывать вопросы. Это его природа. без какой-либо причины подкидывать тебе вопросы или судить. Он хочет подкидывать вопросы и получать ответы. Но он получает редко ответы. Но его природа это его природа. Постоянно судить или подкидывать вопросы это его природа. Почему это такое, это такое, почему это должно быть так, это не так, почему это хорошее, это плохое, это правильно, это неправильно. Это осуждение природы ума. И вы спрашиваете, как установить это или сделать более тихим. Тебе необходимо изменить это пространство. как изменить пространство. Просто медитируй. Медитация значит большинство нашей энергии оно в уме. И как ты медитируешь, ты идешь в глубину, идешь внутрь и постепенно постепенно ты становишься отстранен от ума. и энергия ума стихает. Если энергия ума, если ум полон энергии, очень сложно успокоиться. И тебе нужно поменять это пространство. А поменяться оно может только, когда ты приходишь в медитацию. И иногда такое бывает. Ты хорошо помедитировал, хорошая техника случилось. И ты в потоке. И ты автоматически становишься отстранен от ума. Больше сердца. Тогда больше ощущений, больше любви, больше тишины, больше радости приходит. И ум, он как будто бы далеко где-то. А если ты еще глубже идешь, еще глубже в сердце, еще глубже в свой центр, очень далеко, как будто он на небе, а ты на земле. Очень далеко. Ты даже не знаешь, что там происходит. Он очень тихий. И такое может случиться. Если ты осознан, больше медитируй, больше идти внутрь, глубже, и автоматически эта дистанция будет создаваться. Дистанция от ума будет больше. И как твоя осознанность приходит, случается медитация, автоматически это будет происходить. А когда ты не в уме, тогда и некому судить. Никакого осуждения нет, когда ты не в уме. Никто ничего не спрашивает и не отвечает. Ты просто смотришь, что происходит. Ты просто видишь, что происходит вокруг тебя и наслаждаешься этим. Потому что здесь, в настоящем. присутствуешь. Это верно. Присутствуешь, будь настоящим. Не можешь быть настоящим. Делай техники медитативные. Медитируй. Ну, кто знает, в какой день это начнется и произойдет. Может быть, ты почувствуешь вкус медитации и вкус того, как быть настоящим присутствием. Как только ты почувствуешь, там ума уже не будет. И вот это пространство, оно есть у тебя, где мысли очень мало. Даже есть такое пространство, где нет никаких мыслей. Они даже не могут достичь этого пространства. И когда ты достигаешь своего центра, очень сложно будет думать, как я вообще думал раньше. Там нет ума. Сложно даже подумать, что делать. даже надо сказать, пожалуйста, уму вернись. Пожалуйста, уйди. Сейчас ты говоришь, пожалуйста, уйди, а однажды ты скажешь, пожалуйста, приди. Я не могу ничего делать. Будет просто ничто, пустота. Это может случиться однажды. однажды. Но это не спешка. Это медитация. Ум был с нами очень много времени, очень много жизней. Это самый ум. И он легко не сдастся. но если ты решил, я хочу покончить с ним, я хочу превзойти его, тебе необходимо делать медитации, наблюдать. Если ум приходит, быстрый он или медленный, неважно какой, мягкий, наблюдая его. Я наблюдатель. Тогда постепенно не надо давать ему топливо, не надо давать ему энергию. И он будет приходить и уходить. А ты будь осознан наблюдатель. Иногда такое происходит с людьми. Есть какой-то объект, но предположим, у тебя есть кто-то, кого-то очень любишь, и ты думаешь о ней. Ты у себя дома, а думаешь о ней. твоя мама зовет тебя по имени. А ты не слышишь, что тебя мама зовет или не зовет. Вдруг мама приходит и трясет тебя. Ты где? Ты что делаешь? Я тебя зову, а ты не откликаешься. О, тогда ты вдруг в этот момент понимаешь, что ты улетел куда-то к своей любимой. ты не можешь понять, что здесь вокруг тебя происходит на самом деле. Даже он тебя мама зовет, а ты не слышишь, ты не здесь. Вот такие вещи происходят. И постепенно ум замолкает и заканчивается. И когда мысли приходят, ты не следуешь за ними, ты оставишься здесь. и медитация вот учит, как оставаться здесь. Ты садишься, сначала ума приходит много, постепенно, постепенно, меньше, 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 а потом ты понимаешь, как вообще быть наблюдателем. Наблюдатель рождается. И в какой-то день, даже когда будет много ума, ты уже не будешь больше, он тебя не побеспокоит. Если ты не даешь ему энергию, он затихает. Он закончится в какой-то момент. Охладится. И когда он охладился, тогда нет никакого осуждения, потому что нет судьи. Кто судит? Ум закончился, нет судьи. Я не говорю не судьи, я говорю закончи с умом, приходи в не ум. И когда ты захочешь, мысли пригласишь к себе, приходите. А когда захочешь, обратно отправишься в свое пространство. Ум может создавать планы, идеи. Делай медитацию, медитируй. Медитация делает тебя, создает. самое главное, что создает, это то, как быть вне ума, как превзойти ум. Я могу каждый день просто в обычной жизни делать медитации. Утром, вечером, например. медитация, утром и вечером я могу медитировать, а вот днем, когда делами занимаюсь, у меня судья там. Вот, а сам даршик говорит, делай медитации, когда у тебя есть время, утром, вечером, есть очень много техник, делай их каждый день. Ну, когда работаешь, работай. Ну, потому что, как только что я сказал, когда ты работаешь, ум нужен. Да, если ум становится, как ты будешь работать? Очень сложно. Задумать сложно. Ты не хороший работник. Никакой хорошей работы не выйдет без ума. Работа – это математика, а ум – это как раз математик. И вот у тебя есть время, когда ты не делаешь работу. И это, скажу, время – это для меня. Куда свою энергию не отдам, я просто наблюдатель. Ум здесь, ну, что мне поделать с ним. Пусть будет. Я буду наблюдать. Один час, два часа, потихонечку. и когда ты делаешь утром и вечером медитацию, то постепенно вот эта энергия медитативная, она начинает течь в течение всего дня. И вот эта осознанность появляется, и она появляется уже на весь день. и когда ты делаешь работу, работай. Когда не делаешь ее, просто остановись. Тогда вот верно. А сегодня начался ретрит. Кто хочет поучаствовать в ретрите? Вот он уже начался. Дайте имена сатвики. Если кто хочет присоединиться, может присоединяться сегодня и завтра. У нас будет две-три активной медитации и две-три спокойной сидячей медитации. Чистка эмоций. Этот ретрит для очищения эмоций, ваших беспокойств, зажатой энергии. Зажатой энергии имеется в виду, что у нас есть очень много эмоций, страха, агрессии, смеха, слез. Иногда вы хотите покричать на кого-то, но вы не можете этого делать, потому что общество не разрешает, это недопустимо, плакать, начать, например, когда вы действительно этого хотите. Мама приходит и говорит, нет, нет, не надо плакать. Папа говорит, не надо плакать, иначе я поддам. И в этот момент происходит сохранение этой эмоции. Когда вы хотите плакать, но не можете, и кто-то вас останавливает, тогда энергия уходит обратно в ваше тело и застревает там блок получается, застрявший энергия. И когда энергия вас застряла, вы не можете быть в потоке, потому что блоки, энергия заблокирована. А когда энергия заблокирована, поток не случается, тогда любовь и радость не случаются. Joy и радость означает, когда вы в потоке. Когда вы в потоке, вы становитесь более радостной и любви. Если ваша жизнь это грусть, а не любовь и не радость, это значит, что у вас где-то застревает энергия. А энергия хочет течь, но там блок, там блок. Это часто хотели сказать что-то, но не могли. Вы хотели будущей ребенком прыгнуть, например, поиграть, поорать. семья не разрешила. Вы хотели плакать, а семья говорила нет, не плачь, иначе тебе поддам. А вы боялись, пугались этого, и это все оставалось у вас. Энергия была пробужена, тело хотело плакать или кричать. и вот этот ретрит за институциональная очистка вот этих вот эмоций, этих блоков. И тогда, когда вы очистите блоки, ум станет автоматически тище. Вы будете наслаждаться сидением, тихим сидением. Но перед тем, как начать сидеть в тишине, вам нужно почистить тело. тело, ум, и у всех есть эмоции, у всех есть злость, у всех есть зависть, привязанность, и все это негативная энергия тела. Как только вы очищаете тело, у вас становится меньше злости, грит это либо зависть, и когда весь вся злость закончена, она становится любовью. То есть это та же самая энергия абсолютно, она просто трансформируется в любовь. Раньше была агрессия и становится любовью. Была злостью, теперь становится добротой. привязанность. Когда очищается тело привязанности, становится просто дружбой, отдачей. И всеми позитивными, симпатичными эмоциями, любовью, вы начинаете делиться, помогать, у вас есть радость, красота, все вот эти вещи. те, у кого есть злость, никаких проблем нет, зависть, никаких проблем нет. Чем больше злости, тем хорошо проблемы нет. И я знаю, если я вот у каждого спрошу, у кого нет злости, пожалуйста, подпишите. Кто есть злость, или нет? Дальше today или злость, у кого есть злость, Некоторые пореже. Но злость у всех есть. Это природа, просто человека. Природа нас создала. И она создала в том числе и зависть, и агрессию, и привязанность. Это нормально совершенно. Это просто все природа. Это все природа дала вам, но у вас есть возможность это трансформировать. И когда эта энергия трансформируется, вся ваша злость и агрессия становятся любовью. Сколько у вас агрессии было, столько теперь любви будет. Вся ваша зависть будет, наоборот, отдаванием, отдачей и желанием помочь. И вот тогда вы скажете, да, теперь моя жизнь имеет смысл. Я могу дать кому-то что-то, или всему миру, и поделиться любовью, радостью. Злость – это не лучшее, чем столь делиться. Это есть у всех, у всего мира. Весь мир хочет поубивать друг друга. Стоя жена на страну хочет поубивать друг друга. Никто не ищет любви, потому что нет любви у этих людей. У них же была бы любовь, никто бы не хотел друг друга убивать. Если ты в любви, ты не можешь убивать. Если ты убиваешь, значит, не может быть любви. И нам необходимо трансформировать. И медитация – это наш путь, способ трансформировать негативную энергию в позитивную. И как только ты становишься позитивным, становишься прекрасным, наслаждаешься жизнью, ты совершенен, все верно, все правильно в жизни. И когда ты в любви, в хорошем настроении, вы знаете, что когда вы в любви, вообще время останавливается, ум останавливается. И этого достаточно, этого момента нгновения, когда вы в любви. Это момент удовлетворения. Но потом ум опять возвращается, и старая история начинается. Ну, хорошо, окей, не проблема. Ну, ум есть, просто медитируй, двигайся в этом направлении. И в один день он останавливается. И вся энергия вернется в сердце, станет сердцем. Все, что ты имел в уме, станет сердцем. Так что кто хочет присоединиться к ретриту, присоединяйтесь. И к сатвике. Обращайтесь к сатвике. Так, сейчас музыку. Ой. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...